И так, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов 3wbudushin.ru, 3wbudublog.ru и 3wmakevara.ru В этом видеоподкасте из серии подкаста «За рулем» я хочу снова вернуться к той теме «Зачем же так важно тренироваться в одежде?» Совсем недавно некая совокупность ситуаций и вообще событий натолкнула меня на то, чтобы записать еще один подкаст на эту тему А дело вот в чем. Просто по ряду причин мне за последнее время часто приходится быть в костюме, в брюках и все такое Как говорится, по форме, что называется Вы знаете, после долгих лет, после того, как я перестал появляться на работе, когда руководил крупными предприятиями В пиджаках и галстуках, с запонками, как говорится, накрахмальными рубашками и воротничками Когда для меня это было привычно все Я долгое время осваивал, не то что посваивал, а полюбил свободный спортивный стиль То есть это всякие толстовки, даже не джинсы, например, а мне нравятся брюки Такого покроя хаки, не хаки, а дмилитари, где много карманов, они свободного покроя Опять же кроссовки и все такое прочее И, конечно, для того, чтобы нормально осваивать хорошую практику стритфайта Я периодически тренировался в такой одежде на улице Но тут мне пришлось, как говорится, походить по форме Так что я хочу сказать Не то, что даже бы я задумался про то, как мне будет, удобно ли мне в этом будет Собственно говоря, драться на улице там или нет О том, а удобно ли мне в этом вообще Я настолько от такой формы одежды отвык, что мне даже за рулем неудобно сидеть Мне что-то везде, что-то жмет, что-то стягивает, движение стесняет И подмышками, и в спине, и ноги тоже, опять же, туфли, как-то не то, что-то То есть, насколько все-таки это критично Я подумал, а что будет, если мне в такой, ну, в одежде просто придется, ну, вдруг себя защищать Семью свою, там, собственность или что-то еще Ну, вот сделал вывод, что нифига не нравится мне И не особо мне это неудобно, помешку постучать попробую Ударить на Келару пару раз Сделать несколько комбинаций серий И пришел к выводу, что, короче говоря, ребят, в чем вы ходите В том и надо периодически заниматься Если вам приходится в костюмах часто находиться Придется вам завести рабочий костюм по типу кимоно Который будет такого же примерно покроя, как То, в чем вы ходите, то есть по размеру, чтобы совпадало Наверняка, как это старый костюм, найдется брюки старые Туфли И придется в них тренироваться периодически Иначе будут просто проблемы Это все ерунда, когда можно прочитать на форумах рассуждений У тех людей, которые говорят А мы там в зале занимаемся босиком В кимоно Все нормально Но если понадобится, мы на улице сейчас туда ногами-то махать будем В стиле тейквондо Ноги выше головы и все такое прочее Я вот уверяю вас, что нифига не получится Если вы периодически не занимаетесь Если даже махнете туда, куда хотите То все это будет гораздо менее контролируемо Я скажу больше Вот есть очень интересный парадоксальный момент Его надо знать и понимать Это важно очень Некоторые считают, что чем выше мастерство Тем, соответственно, выше контроль Выше качество техники И тем, соответственно, все наработано настолько Что уже пофигу совершенно в чем и как работать Вот совершенно все не так Чем выше профессионализм Тем больше сказываются на субъективном ощущении собственной техники И даже, возможно, на объективном Ну, это меньше Со стороны может даже показаться Ну, другому человеку, что все происходит одинаково совершенно И все такое прочее Но субъективно, вот там, кто это делает Может все показаться, что не так и хорошо Я приведу пример, например, с гонщиком формулы там 1 Малейшая неправильная геностройка Ну, подвески Чуть-чуть не так выбрана резина И какое-то мастерство бы не было Выправить эту ситуацию бывает зачастую очень трудно Снайпер На который привык стрелять с высококачественнейшего оружия Или лучник, да, который стреляет с самых лучших лунков Замени ему на аналогичную модель Но худшего качества Ему будет казаться, что все происходит и мерзительно И не факт, что у него получится точно так же хорошо Все Вот, то же самое не касается музыканта Гитариста хорошего взять Если он играет на гитаре очень хороший Это одно Берет в руки штатную какую-то там балалайку в магазине Купленную там за 800 рублей китайского там производства Ну, ширпотребную И ничего не получается так, как надо Может и получится даже Со стороны кому-то покажешь, что играть-то он все Все равно хорошо Потому что он действительно мастер Поэтому даже его плохо для других будет это хорошо Но для него самого это будет просто никак Вопрос в том, насколько это все критично Если это то, что не влияет как бы на жизнь То это и не особо критично Правильно? Ну, то есть как это может выглядеть? Ну, взял плохую там гитару по ходе Сыграл там Немножко попереживал Что они там, ну, все поняли И он это тоже понимает И это ни на что не повлияло А если ему концерт идет сыграть А в боевых искусствах, особенно в стритфайте В уличном бою В реальном бою Там критичность намного выше Намного Там что-то не так пошло И вы остались без глаза Или со сломанной рукой И вообще в живых остались Поэтому, собственно говоря Ничто не должно быть неожиданностью И поэтому чем выше мастерство Тем больше должно быть проигранной ситуации В смысле, проигранной не то, что вы проиграли их И потерпели поражение А то, что вы проиграли их как игру в театре То есть проиграли в голове своей В реальной постановке В смысле постановочной Но в реальных условиях В реальной там одежде Которая у вас там есть Только так И никак иначе И вот тогда все будет действительно получаться Поэтому не слушайте никогда тех Кто говорит Мы там искусственными, боевыми занимаемся Это надо обязательно переодеться в гимоно И только так Иначе теряется весь дух И все такое проще Тогда, ребята, вы занимаетесь каким-то театром Вам нужны декорации Вам нужны костюмы Сценический костюм И только тогда вы вживаетесь в образ бойца Фигня все это Вы должны обязательно работать во всем Не только в гимоно Вообще во всем В чем вы живете, в том и работаете Потому что если боевые искусства для вас являются жизнью Вы должны и проживать эту жизнь в жизни В той, которая у вас есть А не в какой-то другой параллельный А значит и в той форме, в том виде И в тех ситуациях И даже в тех вещах В которых вы живете в обычной жизни Я надеюсь, что я до вас идею сумел донести А вы уже решайте сами А я вам удачи хочу пожелать И встретимся снова в новых подкастах Субтитры сделал DimaTorzok